Ранние утренние встречи рабочей группы администрации с жителями СНТ «Родник» и представителями регионального оператора стали уже нормой. Сколько их было за последние полгода, по пальцам двух рук не сосчитать. Видимо, руководству мусороперегрузочной станции нужен был постоянный надзор, чтобы дело продвинулось быстрее. Регулярные посещения властей объяснимы. На кону терпение местных жителей, уже уставших от запаха свалки, грязи и шума от спецтранспорта. Но сегодня они не возмущаются, а благодарят за проделанную работу. Если раньше председателю СНТ «Родники» Елене Руденко приходилось контактировать с региональным оператором ежедневно, то сейчас вопросов нет. Почти все обязательства руководство мусороперегрузочной станции выполнило. Ликвидировано перенакопление мусора, установлено 200 метров шумозащитного экрана и дополнительные автомобильные весы. Осталась асфальтировка дороги на предприятии, чтобы исключить вынос грязи за пределы станции. Подрядчик у нас зашел, начал проводить земляные работы, то есть корыто подготовлено, материал завезен. Я вам обещал 15 число, срок на последнем селекторе. К сожалению, в связи с коммуникацией мы были вынуждены немножко сместиться, но я надеюсь, две недели дорога будет заасфальтирована. Радует жителей и то, что вскоре на территории станции установят еще одни автомобильные весы. Запуск системы займет время, но до конца года вопрос будет решен. Что особенно ценно, это налаженный контакт между жителями и регоператором. Мы с вами на связи, я готов приехать, обсудить с вами знак, и не забудем, пройдем с вами все посмотрим. Если действительно будут в наш адрес какие-то вопросы, с удовольствием ответим. Реализован и проект организации дорожного движения на подъезде к станции. По просьбам жителей обустроен новый пешеходный тротуар. У жителей была большая потребность обустройства тротуара, который вот за мной находится. Он обеспечивал безопасность прохода жителей в данном месте, снизил количество паркующих машин, которые нарушали, останавливаясь под забором СНТ. И также снизил шумовую нагрузку, потому что большинство грузовых транспортных средств останавливались, не глушили двигатели, что создавало неудобства для наших жителей. Видимо, надежда на спокойное функционирование мусореперегрузочной станции вблизи Каргашино все-таки есть. Впрочем, иначе быть и не могло. Главное, чтобы урок был усвоен. Анна Смирнова, Александр Соломкин. Первый мытищинский.